раз два три 4 5 всем здрасте с вами сварок и сегодня мы с вами будем разговаривать про новую неведомую кто которая скоро у нас будет призывах но перед этим небольшая реклама я думаю что многие из вас видели ценник на покупку виртуальные голды и также как я считаете что это ценник конске поэтому я могу вам предложить сайт донатов нет где вы можете задонатить напрямую притом дешевле чем самой игре забудьте про передачу аккаунтов все пополнения только по айди игрового аккаунта а при регистрации по моей ссылке вы получите купон который даст скидку на первую покупку и горит на сегодня будем с вами про классе вот такой вот товарищ такой братишка со льдом и посмотрим насколько он вообще выгодный и профитный и нужен ли он для нас вот читать при попадании базовая атака накладывает эффект замедления и с вероятностью 20 процентов накладывает заморозку также наносит на 20 процентов больше урона целям с эффектом замедления и на 20 процентов больше урона целям с эффектом заморозки то есть он у нас контроллер который еще и дает дамаг принципе я с ним уже походил побегал чел достаточно прикольный как обычно тестил я его без пробуд на пробуд у него тоже достаточно сочные на базе у него магический урон в одну калитку первая пассивочка позволяет ему получать щит прочностью 30 процентов максимального хп каждые 26 секунд еще действует 10 секунд каждый раз когда герой будет получать его по шапке уменьшает время перезарядки на одну секунду вплоть до 12 секунд при активации суперспособности эффект срабатывает немедленно и увеличивает прочность счета до 60 процентов и возникает такой маленький вопрос у нас крайне мало активности где непосредственно героем на плитках а он у нас маг он стоит на плитке так вот у нас очень мало активности где героем на плитках прилетает очень часто очень много для того чтобы он простакивал свой щит и накладывал максимально быстро но у меня появилась одна идея принципе с тем что он получает щит а также он относится к фракции севера то его можно спокойно будет поюзать на гвг причем его ставить так чтобы какие-нибудь лучники на него агрелись какие-нибудь некрасы по ним убили и он нас будет под счетом непосредственно своем плюс под счетом лидерки фракции плюс если мы возьмем какую-нибудь еще и гвинду у него будет вообще огромный жирный щит периодически появляться с ее ультой но тут уже надо делать так чтобы перс был не картонный ну а мы продолжаем дальше читать его скиллы и 2 посевочка герой обладает невосприимчивостью к заморозке как мы помним у нас есть новый крип который вешает заморозку совершая физические атаки ближнего боя и накладывает собственно касание зимы которая со временем начинает замораживать а замороженный герой обладает нулевым блоком и собственно через него все начинают проходить у нас уже есть милюшный дракон новый который тоже не восприимчив к заморозке но здесь у нас маг а крип у нас ближнего боя то у меня возникает подозрение что нам хотят завести крипов еще и дальнего боя которые также будут вешать заморозку на наших героях и они будут просто стоять и акашить но пока что данных крипов у нас нету и толку нам от невосприимчивости в заморозке тоже непонятно зачем но вполне возможно это задел на будущее давайте дочитаем дальше наносит топ урон в размере 80 процентов противником с эффектом заморозки а если цель не восприимчива к эффекту заморозки который накладывает его талант то героя накладывает на нее эффект ока зимы на 5 секунд и для гласия данная цель будет считаться пораженной эффектом заморозки что в принципе тоже интересно ну и как мы видим у него связано с заморозкой и замедлением но теперь его ульта при активации увеличивает дальность атаки ульта действует 20 секунд стоит 900 ярости в принципе ничего нового и заменяется базовая атака на три последовательных удара каждый из которых наносит 110 процентов урона случайному противнику в пределах дальности 330 процентов урона плюс за каждый щит прочностью один процент от максимального хп повышает наносимый урон на один процент максимум до 100 процентов то есть чем жирнее щит тем больше урон а теперь посмотрим на его пробуды первая же пробуду него выглядит очень сочно потому что в пределах дальности если у него не больше одного врага повышает наносимый урон на 15 процентов и наносит на 15 процентов больше урона целям с эффектом заморозка как бы тут уже сразу чувствуется что на соло таргете он будет хорош возможно это даже соло арена во фракции севера возможно это даже тот же клан босс симрах но симрахом мы не замораживаем у него не будет эффекта заморозки так же как у кб но для симраха вообще контроль для пилы очень нужен поэтому с этим героем мы обязательно зайдем еще и на симраха на пилу посмотрим насколько у него хорошо накладываются заморозки для того чтобы пила не работала на 2 пробуде он повышает атаку на 300 на 3 пробуде повышает прочность получаемых щитов на 20 процентов а при наличии щита был повышать наносимый урон на 15 процентов и это тоже очень жирно то есть у нас уже плюс 30 процентов урона банально из-за того что у него 3 пробуда на 4 пробуде ему зачем-то дали повышенный шанс крита хотя я был бы не против того же пробития например и 5 пробуда при получении смертельного урона в первый раз срабатывает ледяная преграда которая действует 10 секунд в этот период герой не получает уроны и не может действовать когда время преграды подходит концу герой устанавливать 30 процентов хп шик и сто процентов ярости а также получает щит прочностью 50 процентов максимального хп на 10 секунд и соответственно он сто процентов ярости сразу переходит в ульту накладывая на себя еще щит к тому что он получил и начинает очень больно разваливать кабины теперь по его статам у него очень неплохая база атаки 4 683 меня на него накалил вот такой вот рев всего лишь 120 крит урона в плюсе и плюс 15 атаки сверху что у меня получилось в итоге 21 500 плюс у него еще арт за сумерек который дает 30 процентов к таки и скорость у него суммарка 434 что позволило ему скинуть интервал до 1,4 секунд зашел с ним на она у босса посмотреть его уроны взял фракцию северян вместе с элдром вместе с гвиндой поставил также джеру которая относится нас к фракции северян и тоже может под щитами увеличивать свой наносимый урон благодаря таланту элдро и все у них хорошо и получились мы такие цифры 90 лямов нанес наш герой 80 с половиной нанесла джера и элбертом 60 копейками так как этот перс у меня был один из самых картонных потому что у него всего лишь 22 тысячи кошек то гвинда на него всегда вешала ультой свой щит и под огромным щитом гвинды он наносил ультой по 350 стычки а там этих тычек у него три то есть это примерно лям урона с одной плюс у него было теперь давайте зайдем на это наносим раха посмотрим что он тут может показать я надеюсь вы прекрасно понимаете то что я сейчас не буду его полностью гонять на семрахе а просто посмотрим насколько этот герой может сбивать с босса пилу и насколько он вообще здесь будет профитный ну а теперь давайте посмотрим будем использовать маленькое количество героев потому что афик его знает что будет поэтому мы вот так вот возьмем поставим элдро всего лишь консту и самого гласия для того чтобы посмотреть насколько он будет у нас сбивать качественно пилу у босса в принципе я думаю что можно включать щит у него просто километровый минус 3 минус 4 минус 5 в принципе неплохо ведет сбитие пилы от гласия то есть у нас здесь нету не хельги я не ставил не люция на третьей пробуде и в принципе 10 стаков у гласии вполне себе неплохо начинают сбивать по его уроном если вы хотите узнать что будет дальше то пишите в комментах на самом деле насколько вам это надо и вообще стоит ли это делать потому что как обычно гонять полтора часа семраха это все таки полтора часа семраха так как у него соло торги давайте посмотрим сначала на какую-нибудь соло арену четыреста восемьдесят три тысячи блеска и по старой доброй традиции начинаем сначала с ирены которая будет давать нам монетки но тут это все происходит чуть-чуть долго луга оружие по идее встала начинает дамажить гласии ну по сотке он наваливает 117 117 очень долго идет убийство непосредственно крипа и пока что он такой себе на самом деле из-за того что он очень долго его пилит соответственно он и наносит меньше уроне давайте поставим гвинду на всякий случай и включим его ульту посмотрим насколько с ульты изменится ну с двух тычек он забрал крипа просто-напросто с ульты это было красиво ну тут уже три тычки то есть ему 10 атак чтобы снести там лям хп это три атаки ульты и дополнительно там еще одно нужно окей посмотрим дальше что будет вот так сделаем давайте и сделаем еще вот так вот так и включим какой-нибудь автобой потому что одно почему бы и нет все вроде как живы здоровы и никто не собирается умирать тем более под щитами гвинды здесь будет тяженько пробить наших героев плюс джера которая может себе хп-шечку от легенит ультой и стать еще жирнее элдер который может дать тоже какой-нибудь прирост к уронию но посмотрим сейчас к чему это все приведет ну как будто бы пока что возникает подозрение что неплохо все это дело проходит у нас ну туда тут конечно нужно ему ульта на последнего крипа чтобы его быстро забрать но даже так пока что в принципе уроны плюс минус норм конечно я думаю не сравниться с жирой который там поскольку там 160 что ли она бьет стычки 260 ну да элдер там что-то подваливает да конечно не думаю что перс будет здесь какой-то лютый имбой но в любом случае за неимением бипефакса нужно будет вы погонять если вдруг что также прекрасно справляется на рейде снаряжение 2 с убийством вообще всех плюс дает микроконтроль который позволяет если не убить крипа с первых двух тысяч кто добивать его дальше все окей на первом рейде снаряжением делать нечего потому что у него соло таргет но заходить на какой-нибудь рейд материалов артефактов я вообще смысла не вижу потому что ну не для того он создан но в принципе сразу напрашивается мысль что для семраха этот герой под фракции севера должен заходить очень даже неплохо и поэтому если нужны эти самые тесты на этом же самом семрахе этого героя то пишите в комментах и посмотрим уже насколько это будет актуально а на этом все с вами был сварок всем располненного рандома богатого дропа и мирного неба над головой удачи